Ребзы, мы записываем видео в таком формате, который был бы понятен без сиюминутной отработки. Вам не нужно сейчас бежать и быстро на ком-то опробовать эти нюансы технического действия. Это не новая техника. И вам порой достаточно просто провести небольшую мысленную ревизию в голове на тему уже известного технического действия, известного сабмишина. Просто добавить в цепочку действий несколько пунктиков, на которые стоит обратить внимание. И как только вы получите первую возможность вернуться на татами, вы всегда можете ее реализовать. Запомните вот эту формулу. Пока мы не нашли ничего лучше. Возможно, существует более расширенная и более совершенная формула воспроизведения сабмишина. Но пока она выглядит так. Контроль. Изоляция. Фиксация. Амплитуда. И вот это вот. Пришел вопрос с уточнениями. Как реализовать все те принципы, которые мы перечислили в кемуре из сайта контроля из север-юга, в кемуре из закрытого гора. Все практически то же самое. Может быть, есть свои нюансы. Но тотальный контроль, изоляция, фиксация амплитуда у нас остается. Итак, как мы делаем кемуру? Да, можно, конечно, выполнять вот эти все варианты изоляции руки. Итак, я пошел на кемуру. Пум. Взял запястье. Прижал плечо. Взял захват четверочку. И что мне отсюда нужно? Мне нужно зафиксировать Настю. Зафиксировать ее плечо. Ограничить ее подвижность. И сделать так, чтобы она не могла выпрямиться. Выпрямляйте сейчас, Настя. Да, сейчас она может это сделать. При кемуре из закрытого гарда мне также нужно максимально лишить подвижности своего оппонента. Как ключевых подвижных шарнирных элементов ее скелета, так и, собственно, весь ее корпус. У меня есть четверка. Я делаю... Я не буду делать кемуру лежа на спине вот таким вот образом. Да, я ее, конечно, блокирую здесь. Здесь я ее все красиво держу. Своим локтем прижимаю ее плечо. Но у нее все равно есть шансы выпрямиться, Настя. Да. Поэтому я учу своих ребят делать кемуру следующим образом. Я вывожу слегка таз из-под масти. Да, обратите внимание. Я сейчас лежу на боку. Сразу опустилась ее голова вниз. Мне просто критически необходимо, чтобы ее голова уперлась в татане. После этого я уже фиксирую не плечо анатомическое, да, не трицепс, а именно подвижную часть скелета, то есть сустав. Фу, я забрал сустав, упер ее головой в татане, мой таз выехал из-под масти, и я развернулся, я положил свою ногу ей на спину так, чтобы она вообще не могла выпрямиться, Настя. Да, я не могу больше. Вот. И все, что мне нужно дальше, из этой позиции завести руку за спину. Дай мне одну минуту, это значит, что правда. Миллионы минут. Ох. Садов? Садов. Поменьше амплитуд, пожалуйста. А, нет. Я плечевом в татане уперлась и чуть не вырвалась. Итак, мы выходим на кимуру из закрытого гара. Да. У. У меня есть ее рука, отделенная от корпуса. Очень выгодно находится там моя нога. Сейчас. Оп. 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 Четвертый. Теперь я выношу свой таз из-под Настя и опускаю свое плечо вниз. Заставляю уберечься Анастасию головой в татане. Оп. Я лежу сбоку. Моя нога. Мои ноги, колени, как бы крыльчаки. Сжимаю Анастю между колен. Фиолет на бок. Плечо. Оп. И вот. Итак. Пум. Пум. Захват. Выехал сразу. Локоть. Вниз. Колова туда. Рука. Пум. Пум. Вышел. Завестие. Изоляция. Контроль. Изоляция. Фиксация. Амплитуда. Миллионы минут. Тишина, уют. Мы за себе в карте. Все знакомо. Что я делаю? Ну. Выходишь на Тимуру, как мне там обычно делают. Да. Заход с него. Да. Выхода. Выхода. Плечо. Поим сюда. Да-да-да. Сбоку. Морской кровот. Татане. Это очень прекрасно. Пой. Миллионы минут. Плохо поешь? Ах, миллионы минут. Тишина, уют. Мы засели дома. Все знакомо. Миллионы масок. Не безопасно. Сейчас ребята из швырмы снизу подумают, что я от ним стучусь и дверь открою. Проход. Закрытого газа. Миллионы минут. Тишина, уют. Мы засели дома. Все так знакомо. Миллионы масок. На улице страшно, жарко, мокро, снежно, небезопасно. Миллионы минут. Дома тебя ждут. Кремы и лосьоны. Кремы и панталоны. Это все ради тебя, ради тебя, только сиди дома. Кремы и лосьоны. Кремы и лосьоны. Субтитры сделал DimaTorzok